Свингеры Крайнего Севера, почему Чукча меняется женами у каждой народности, живущей вдали от цивилизации, есть традиции и обычаи, которые непосвященным людям кажутся как минимум странными. Сейчас, в эпоху глобализации, своеобразие малых народов стремительно размывается, но некоторые многовековые устои все-таки сохраняются. Например, у Чукча весьма экстравагантная система бачно-семейных отношений. Чукча, коренной народ Крайнего Севера, живут по законам Ливерата. Это брачный обычай, который не позволяет семьям, потерявшим кормильца, остаться без поддержки и средств к существованию. На брата или другого близкого родственника умершего мужчины возлагается обязанность жениться на вдове и усыновить ее детей. Очевидно, действием Ливерата объясняется популярность традиции группового брака. Женатые мужчины договариваются объединить семьи, чтобы оказывать друг другу трудовую и материальную поддержку. Разумеется, бедные Чукчи стремятся заключить такой союз с богатыми друзьями и соседями. Этнограф Владимир Богорас писал, вступая в групповой брак, мужчины спят, не спрашиваясь, в перемешку с чужими женами. Обмен женами Чукчи обычно ограничивают лишь одним или двумя друзьями, нередки, однако, примеры, когда такого рода близкие отношения поддерживаются со многими. Дети, родившиеся в семьях, состоящих в отношениях группового брака, считаются родными братьями и сестрами и опекают их все члены большой семьи. Так что групповой брак, настоящее спасение для бездетных пар, бесплодному мужчине всегда поможет завести детей его друг. А рождение малыша для Чукчи, всегда очень радостное событие, независимо от того, кто его биологический отец. Продолжение следует...